В ответ на беспорядки, устроенные ультраправами, в Великобритании в среду прошли многочисленные контрдемонстрации против расизма и в защиту мигрантов. К участию в Олимпиаде допущено 15 россиян в нейтральном статусе. Активисты отмечают, что они так и не выступили ни против войны, ни за мир. Средние школы Дании блокируют интернет-сайты, которые, по мнению преподавателей, отвлекают старшеклассников от учебы. Австрийское отделение экологической группы «Последнее поколение» объявило о прекращении радикальных протестов. В ответ на беспорядки, устроенные ультраправами, в Великобритании в среду прошли многочисленные контрдемонстрации против расизма и в защиту мигрантов. Опасаясь насилия, власти привлекли к охране порядка 6 тысяч полицейских. В большинстве случаев манифестации прошли мирно. Люди собрались возле агентств юридических фирм, специализирующихся на вопросах миграции, которые были указаны в соцсетях как возможные цели нападения ультраправых. В правительстве заявляют, что публикация такого рода целей может считаться преступлением, связанным с терроризмом. Беспорядки, охватившие страну на днях, были спровоцированы дезинформацией вокруг убийства детей в танцевальной школе в Англии. Арестованы 428 человек. Обвинения уже предъявлены более чем 140 задержанным. Ожидается, что это число возрастет. В среду к трем годам тюремного заключения был приговорен участник погромов, ударивший полицейского в лицо. Горьким разочарованием для поклонников американской певицы Тейлор Свифт стала отмена ее концертов в австрийской столице. Свифт должна была выступить на стадионе Эрнст Хаппель в четверг, пятницу и субботу. Но шоу не состоятся из-за угрозы общественной безопасности. Как сообщили власти, полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке терактов в Вене. 19-летний мужчина гражданин Австрии был задержан. Еще один арест был произведен в Вене. Однако полиция не сообщила какой-либо дополнительной информации о втором подозреваемом. В полиции Австрии отметили, что на каждом из концертов Тейлор Свифт ожидалось до 65 тысяч зрителей. Организаторы заявили, что деньги за все билеты будут возвращены в течение 10 рабочих дней. 15 российских спортсменов принимают участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Демонстрация российского флага и исполнение гимна РФ запрещены из-за российского вторжения в Украину. Российским спортсменам, которые публично поддержали войну, Международный Олимпийский комитет отказал в допуске. Диана Шнайдер и Мира Андреева завоевали серебряные медали теннисного турнира в женском парном разряде. Активисты говорят, что в начале полномасштабной войны Шнайдер ставила отметки «Нравится» публикациям российских пропагандистов. В результате российской военной агрессии около 500 украинских спортсменов были убиты. Тысячи тренеров и атлетов ушли на фронт. Многие спортсмены, приехавшие в Париж, много раз были вынуждены прерывать свои тренировки в Украине из-за российских ударов и воздушной тревоги. Некоторые из них жили в оккупации. Мы все прекрасно знаем, откуда эти атлеты. И они не сказали никакого слова против войны. То есть они не высказались за мир даже. Поэтому я считаю, что это очень прикольно. Потому что Олимпийские игры – это про мир. И, в принципе, всегда все войны остановились на период. Но Россия не остановилась. И в период этих игр были массовые атаки на места Украины. И поэтому, ну, как террористов можно допустить до змаганий про мир? Летние каникулы подходят к концу. И совсем скоро дети отправятся в школу. Чтобы старшеклассники сконцентрировались на учебе, средние школы Дании будут блокировать интернет-сайты, которые, по мнению преподавателей, отвлекают детей от занятий. Речь идет о доступе к вебсайтам магазинов, играм, социальным сетям и сайтам потокового вещания. Решение принято после новых рекомендаций, выпущенных Министерством образования. Но это не может быть очень удобно, чтобы их не было фристо. Но это не может быть немного смысл, что вы должны сказать им, что они не должны делать? Нет, это не. Мы ответим, что они получают очень хорошую учебу. Несмотря на благие предложения, многие ученики критикуют их решение. Мы все вместе думали, что это было немного неудобно, чтобы они не могли в связи с этим, что они хотели. Как ученики, я думаю, что они чувствуют, что их свободу или свободу будет. Пойдет ли на пользу учащимся блокировка некоторых вебсайтов, станет понятно в течение учебного года. Австрийское отделение группы экоактивистов «Последнее поколение» объявило, что прекращает протестную деятельность. Ее участники признают, что не видят дальнейших перспектив, поскольку общество не реагирует на их действия так, как им бы хотелось. Протестформа была, к которому мы решили, обязательно необходима. Мы также им нужны некие внутренние дизрукции. И в конце днях, что это не было много людей, не могли бы этого уничтожить, не могли бы этого уничтожить, противостоять и противостоять. «Последнее поколение» стало известно благодаря своим радикальным действиям и вандализму, порче зданий, памятников и предметов искусства, блокированию дорог и аэропортов. Активисты часто приклеивали себя к асфальту суперклеем. Внимание они привлекали, но в основном кратковременная. И реакция властей и граждан чаще всего была негативной. Австрийское отделение намерено пересмотреть форму своего протеста. При этом другие региональные группы в Германии, Италии и Польше отнюдь не собираются прекращать радикальные действия. Разведение мидий – важная отрасль на берегу Чёрного моря. И пока Болгария производит огромное количество моллюсков на гигантских фермах, румынские предприниматели ещё ждут разрешения от властей на вылов и выращивание собственных чёрных мидий. Болгария, ищи нам манкать. Мне кажется, это очень ровно. Не е нормальность? Не е нормальность? Не е нормальность? Не мы все бесплатно? и не импинут они не импинут отмываются а что ли они уходит наша местность и они мы уникальны мы и измены в маре на нам но у нас уникальна уникальна и они подвигались кастре Матей Датку уже много лет ждет разрешения от властей, чтобы выращивать румынские мидии в море прямо у своего ресторана. Он вложил деньги в складские помещения и устройства для очистки молюсков от песка. Но все оборудование пока лежит без дела. Я не inventал ее. Италия, сертификат, все-таки. Стоит, которые должны быть ввести из моря, все здесь, выращившиеся, 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 выращившиеся и выращившиеся на массу туристов. Сколько вы получаете? 215 миллионов долларов, даже на море. Что это? То есть, практически, все готовы к борьбе. Да. Румыны давно знают и любят болгарские мидии. Ценители свежих морепродуктов не ленятся ездить за ними в соседнюю страну. Продолжение следует... Бережье рискует потерять часть туристов, которые ради свежих мидий едут в Болгарию. Ситуация осложняется тем, что недавно в районе румынской Констанции обнаружили токсичные водоросли. Экспертам предстоит разобраться. Чемоданы уже катятся по мосту на остров Обуда. Фестиваль Сигит в Будапеште открыл свои двери в 30-й раз. В этом году организаторы ожидают почти полмиллиона поклонников музыки со всего мира. Эта девушка приехала из Финляндии на Сигит уже в пятый раз и говорит, что не хотела бы пропустить такое событие. На 50 площадках на Острове Свободы посетители ждут более тысячи мероприятий. Помимо концертов, в этом году здесь запланированы цирковые представления, покажет свои спектакли уличный театр, будут представлены разные экзотические культуры. В глобальной деревне, например, среда началась с индийских танцев. Но, конечно, большинство зрителей ждет вечерних концертов. Все готовятся к мероприятиям по-разному. Андреа и ее подруги наносят макияж. Это их первый день на первом в их жизни Сигите. Честь открыть выступление на большой сцене в этом году досталась венгерской фолк-поп-группе Маргарет Айланд. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ